Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! В эфире программа «Выбор жизни» снова с вами в студии, я и ведущий Андрей Лимонов. Сегодня у меня в гостях соорганизатор фестиваля «Пасхальный дар» общественный деятель Ирина Анатольевна Сухотина. Здравствуйте, Ирина Анатольевна! Здравствуйте! Знаете, одним прекрасным весенним утром я шел по центру Москвы и вдруг попал в совершенно удивительную атмосферу. Выставка, прекрасные декорации, ларьки в народном стиле, монастырский мед, сыр, музыка. Глаза людей светятся добром и радостью. И это, собственно говоря, и была как раз выставка фестиваля «Пасхальный дар». Вы как сорганизатор, к вам вопрос, насколько тяжело было организовать такого рода серьезные мероприятия? Фестиваль «Пасхальный дар» проводится в шестой раз в городе. Это, собственно говоря, инициатор правительства Москвы. И каждый год мы принимаем в этом участие теми или иными проектами. Всегда придумываем творческий проект. Вот вы видели там чудесные картины, мы действительно придумали. Это большие панно, такие потрясающие цветами. Выставка в монастыри и храмы России. Первый раз использовали технологию, привлекались крымские, черногорские художники. Они были сделаны из вереска. Вереск – чудесное растение, он интересно красится. И вот такие трехмерные картины, поскольку лесочек еще не распустились перед Пасхой, но все-таки мы хотели горожан порадовать таким вот образом. И фестиваль «Пасхальный дар» – это не только площадь революции, это практически весь город. В каждом округе есть. Просто центральная площадка, на которой вы побывали, она несколько отличалась от всех остальных. И в этом, собственно говоря, мы принимали тоже активное участие. Хотели, чтобы приехали монастыри и храмы с разных уголков России. Назвали его мы условно 40-40, и мечтали о том, что ты придешь, подашь требуя в 40 монастырей или в 100 храмов, и получишь мощнейшую молитвенную помощь. Перед этим, купив подарки к светлому празднику Пасхи, купив какую-то интересную литературу, и вообще собирали заявки при помощи Клуба православных меценатов, в этом смысле город пошел абсолютно навстречу, потому что все, что на фестивале есть, это бесплатно. Вы знаете, вот очень часто многие, кстати, люди, у которых еще осталось чувство правильного и неправильного, они жалуются на то, что очень сложно найти мероприятие, чтобы можно было прийти с детьми, чтобы не надо было им закрывать глаза от прыгающих фриков на сцене и полураздетых персонажей. Насколько вот такого рода мероприятия, они масштабируемы? Например, можно ли перенести вот эту выставку, вот это вот, я сказал бы, даже шире, чем выставка, это целое явление, социальное явление, в другое место, в другой город? Ну вот уже второй год, я знаю, что губернии российские выстроились в очередь и просят у Москвы. Москва, я знаю, что очень щедро делится конструкциями вот этими мобильными, и нас просят иногда приехать. Вот зимой мы ездили в Орловскую область и на Центральной площади помогали, то есть вообще рассказывали, потому что в таких мероприятиях не бывает мелочей, как это ни странно. Вот начинают вывески ценника, улыбчатого продавца, качество продукции, музыкального сопровождения, оформления домика, и если что-то не так, то начинает все хромать. И это нужно либо, чтобы все было, либо ничего. И вот мы пытаемся это вот, собственно говоря... Да вы максимально есть? Нет, нет, поверьте, это вот работает вот как часы, когда вы понимаете, что у вас ребенок пошел на мастер-классы, вот, вы там с женой пошли, купили ей там, не знаю, что-нибудь к столу или какие-нибудь красивые бусы. Да там, кстати, очень многие монастырские вот такие сделали, элегантные, очень со вкусом сделали. Со сцены звучит нормальная музыка, выверенная, и вы не затыкаете уши, не боитесь своего ребенка. Часто это живой звук, ну, и очень часто это вот какие-то еще инсталляции, с которыми можно фотографироваться на память. Ну, то есть это целая такая, действительно, организация общественного пространства. Очень хорошее, это целое такое социальное явление, которое проникает во многие слои жизни человека. Христос Воскресе. Сегодня мы с вами находимся на центральной площади нашей столицы, которая называется Площадь Революции. Большинство людей знает, что раньше эта площадь называлась Воскресенская площадь, и с 1817 по 1917 год сюда собирались на ярмарку, на Пасху представители всего фактически русского мира. Сегодня в выставке принимают участие 33 храма из разных стран, из разных уголков нашего Отечества. Очень рады, что участвуем в православных выставках таких, что люди могут познакомиться с православной культурой. У нас монастырь царственных мучеников, и все они вышивали царица Александра, царевны вышивали. Царица Александра возрождала школу народного искусства, и мы тоже привезли вам рукоделие, вышиванки, рушники, иконы царской семьи, фотографии. У нас монастырь Чесник, мы 150 километров от Киева находимся, на месте древних пещерных монастырей. У нас еще тысячу лет назад монастыри были, первое монашество на Руси. Это XI век, предки Печерской лавры. Благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» проходит на 250 городских площадках и прихрамовых территориях. На ярмарках побывало более 5 миллионов посетителей, среди которых были не только местные жители, но и иностранные туристы. Гости могли соприкоснуться с православной культурой, слушали духовную народную музыку, участвовали в благотворительных акциях и в мастер-классах по народному творчеству. Все желающие могли научиться печь куличи и расписывать яйца. Украшением фестиваля были разнообразные выставки народного творчества и цветочные панно. На гастрономических программах было представлено более 40 видов пасхальных куличей и экологически чистые продукты питания с монастырских подворьев и православных хозяйств. Из Барнаульской епархии привезли в Москву пасхальные вышитые рубахи на детей и взрослых. Также у нас есть пасхальные скатерти. Люди очень рады. Взрослые, когда видят такие рубашки, бабушки начинают вспоминать и рассказывать, как когда-то в молодости все это вышивалось длинными ночами. Покупают и детям, и внукам. Необходимо кушать мед, не сахар бухать в компот, а в остывший компот вложат ложку меда хорошего, лучше майского, потому что в майском меде очень много полезных витаминов. Мы за экологические продукты, за натуральные. Сами делаем сыр, творог, иван-чай. Очень полезен для иммунитета. Повышает жизненный тонус. Пирга – это пчелиный хлеб. Заменяет любые витамины. Дает очень много энергии, сил. Что можно пожелать? Молиться, молиться, еще раз молиться, пребывать с Богом, не забывать, для чего мы рождены на этой земле, для общения с Богом. Здесь такая теплая атмосфера. Я не только этот день провела, можно сказать, до вечера, до семи, потому что мы еще кушали, мы принимали участие в концерте, я танцевала. Тут вот мне еще больше радость дало, я как-то подушевила, и какое-то счастье появилось. И вот дай Бог здравия всем тем, кто делает это для людей. Всем Христос Воскресе! Знаете, вот лет шесть назад весна, и мы первые стали в Москве выставлять натуральные растения. И я могу сказать, что шесть лет назад это был реальный шок. Не было еще в ресторанах вот этих вот красивых летних веранд. Этого не было. Просто к этому быстро привыкаешь, и люди действительно с удивлением смотрели, хватали это все и бежали. То есть мародерство первый год было какое-то колоссальное. То есть они обрывали вот эти пасхальные яйца, горшки и так далее. Я могу сказать, что прошло несколько лет, ну, бывает, да, что-нибудь, но в целом все это сохраняет, и люди воспитуемы. Плюс ко всему люди стали выходить из дома. Мы же все-таки понимаем, что мы приходим с работы поздно, часто не знаем, как зовут соседей. Ну и вообще, в общем-то, у нас есть кризис общения. Проблема есть, атомизация такая. А вот такие проекты призваны все-таки выйти на улицу, не смотреть телевизор, а что-то поделать всей семьей. Пообщаться, улыбнуться. Да, и для маленьких городов, и для губернии это крайне важно. Потому что если мы-то в Москве активно живем до полуночи и позже, то там-то, конечно, в 6 часов жизнь прекращается. И когда есть некие все-таки пространства, где она продолжается, где безопасно, где чисто, вкусно, интересно, то это такое, наверное, дает возможность развиваться. И не очень хочется там убежать, не очень хочется выпить вечером, да, потому что просто заняться нечем. Это важно очень, именно для периферии на самом деле. Ирина Анатольевна, вот к тому, что вы перечисляете, то, что это может дать человеку, семье, пришедшей на такого рода праздник, фестиваль, выставку, ярмарку, я бы еще прибавил слово «польза». Ведь настолько мы все скучаем по каким-то чистым вещам. Подчас люди, может быть, не церковные, но как-то с тоской или с тягой, проходящей мимо храма, с желанием внутренним, да, приходя на эту выставку, они находят вот как раз доступные формы, понимание, что такое монастырь, что такое православие даже, да, что он унесет человеку, потому что там и брошюры, там и улыбающиеся светлые лица, которые действительно искренне хотят вам принести добро, а не просто посмотреть на ваш кошелек. Мне кажется, вот эта просветительская миссия, она очень важна в этом вопросе. Ну, еще в рамках проекта мы делали выставку мерных икон с клубом православных меценатов, где рассказывали о неких традициях. И действительно, мы видели такую картину, когда на площадке было порядка 40 храмов и монастырей, но все-таки торговых мест там было больше. И отрадная была картина, когда мы видели, что к некоторым монастырям стоит очередь. Ну, очередь вообще для нас явление забытое, а здесь, в общем, была очередь. Это очень приятно. И я понимаю, что там дело не в упаковке, как-то в чистоте отношения, наверное, и чистоте товара. Я когда подошел к монастырской лавке, значит, там стоит такой совершенно потрясающий Арсений, не хотел от него уходить. То есть это человек, который был бизнесменом, оставил город, бизнес, сейчас живет около монастыря, пятеро ребятишек, семья, счастлив просто. Не зря 12 лет назад я уехал из Екатеринбурга, в деревню за 100 с лишним километров, рядом с биосферным заповедником, где можно дышать и не переживать, что куда-то убежит ребенок. За те 12 лет мессенерской деятельности, в которой я ездил по стране с иконой Божьей Матери Всецарицы, очень много чудес, исцелений, очень много драгоценностей люди несли, люди, от которых отказалась медицина, очень есть много свидетельств, которые здесь описаны. Православные братья, естественно, верующие, неверующие разных религий, люди со всего мира притекают к Матери Божией, изливают свои беды, страдания, нужды. Матерь Божия безотказно всем помогает. Жить без Бога невозможно. Я думаю, что это нереально. И мне кажется, люди это чувствуют. То есть они понимают, что на самом деле монастырь это не какая-то закрытая гетто, где вот эти чернористы ходят и спасаются сами, а вы как хотите, вот эти эгоисты, как очень многие воспринимают. А это совершенно потрясающий кладезь, это родник чистой воды, чистых эмоций, чистых помыслов, чистых смыслов. И люди к этому тянутся. Тянутся, но и были, конечно, моменты, наверное, сложные. Все-таки всегда монастыри имели очень большую деятельность, практически все. Конечно, они для нас святейшие люди, они за нас молятся, и это первое, главное их. Но всегда у них развивались некие ремесла, некие хозяйства. Хозяйственная деятельность, конечно. Сейчас были монастыри и храмы, где это было немножко утрачено, это было, конечно, обидно, и если бы это движение развивалось дальше, чему мы, надеюсь, будем способствовать, чтобы все-таки, если это хватит всю Россию, чтобы люди были к этому готовы, ну, чтобы все-таки не проскакивали у них там китайские зайчата, ну и так далее, которые всем видно. Еще раз повторюсь, в Москве есть для этого все условия, все торговые места бесплатно. Люди ни за что не платят, ни за охрану, ни за уборку, ни за дикарей, ни за воздух. Да, от города, я считаю, что это меценатский проект. И когда они будут понимать, что есть возможность туда ездить, чтобы вот сама презентация, говоря коммерческим языком, наверное, чтобы она была другая, чтобы все-таки мы видели, ну, как-то больше всего, и что-то такое, чего мы в Москве-то не видим. Как раз вот эта продукция, произведенная при монастыре или в монастыре, да, она настолько к душе человеку. И очень многое количество людей, хотящих, например, съездить в монастырь, да, они вот где-то эту мысль, мечту лелеют в душе. И тут вдруг он приходит, и вот монастырская лавка, вот буклет монастыря, вот посмотри, как все достаточно красиво, хорошо, как ты привык. И человек берет и говорит, да я обязательно съезжу в этот монастырь, обязательно поживу там немножечко, обязательно полечу свою душу. Вот, мне кажется, очень важный фактор этого. И знаете, вот эти фестивали Москва проводят много, там целый цикл сейчас московские сезоны, и, в общем, вот опробовав перед Пасхой, все-таки это Страстная Седмица, очень много собственных дел каких-то. И потом пасхальная неделя, ну, на самом деле все хотят отдыхать, но люди нашли в себе время, силы приехать из других городов, из других губерний, храмов, монастырей. Если бы, то, конечно, нас бы послушали сейчас православные братья во всей стране, и если бы, я думаю, что мы выступили с инициативой к правительству Москвы и организовали абсолютно чистый, ну, вот православный фестиваль, и сделали его 100% общероссийский, чтобы площадь революции... То есть это получилось, как бы, ну, назовем такими словами, как некая витрина, если хотите, да, вот того, что мы можем... Это витрина величия, я бы сказала. Мы говорим, например, о Манежной площади или площади революции, это нулевой километр. То есть когда туда приходишь, да, воскресенским воротом, у меня на то и сердце бьется. Если здесь будет огромная репрезентативная выставка, ярмарка, и будут представлены все-все регионы, ну вот... Причем это сделано красиво, со вкусом. Чтобы все было действительно. Это огромная карта нашей страны, и вот сколько у нас регионов, наверное, около 90, число меняется. Ну и, кстати, вот 90 тематических, абсолютно разных. Там из какой-нибудь Южной Осетии, а тут... Это же там настолько хороший информационный даже пул, где человек может увидеть, познать то, чего он бы сроду не изучил, сам даже, или там в интернете. Как Сталин создал ВВЦ, для меня такая гиперзадача создать вот ВВЦ православия около Кремля. Это было, конечно, очень... Выставка достижений. То есть, знаете, когда парад смотришь и понимаешь, что весь мир сейчас с замиранием сердца смотрит... Вот если мы, мне кажется, сделаем такую большую, крупную православную выставку ярмаку около Кремля... Ну, в хорошем смысле, да? То есть, не переходя все-таки вот эту границу, да? То есть, чтобы не потеряв смысл, чтобы не уйти вот в сторону вот этого лоска, глянца и... Нет, конечно, ну, конечно. А потом мы и так не сможем придать глянец монастырю из какого-нибудь северного города. Такого рода проекты, которые бы на доступном языке, которые бы соответствовали уровню, если хотите, репрезентации. Это тоже очень важно, потому что вот заходишь туда и попадаешь в совершенно потрясающий мир, где все красиво, все радует глаз, не режет слух. И это тоже очень важно. И мне кажется, что такого рода проекты, они как раз и помогли бы обществу протрезветь. Вот в этом смысле нам, конечно, всегда очень нужны средства массовой информации, чтобы нас слышали, потому что не все понимают, особенно люди, мало выезжающие за пределы, ну, там, какую-то европейскую часть Российской Федерации, какая большая страна. Один мой приятель, московский руководитель, и получил федеральное назначение. И я пришла к нему, огромный кабинет, вот такой стол, и вот он сидит и говорит, ты представляешь, прислали письмо из северного округа, хотят возрождать какие-то сады, а перед ним такая карта. А потом он говорит, ты понимаешь, а я понимаю, что это не северный округ Москвы, а что пишут из Мурманской области, что это северный регион России. И он говорит, я начинаю думать судорожно, какие же там сады, там же снег. Ну, то есть, вот, на самом деле, страна у нас очень большая. Это действительно так. И расширить горизонты сознания величия нашей страны и нации. В очень простой доступной форме. В очень простой. Мы можем, на самом деле, такое осилить. Ирина Анатольевна, но ведь на самом деле, если говорить о реакции людей, которые приходили на выставку, ярмарку, насколько они там благодарили или наоборот говорили, а вот чего-то не доложили. Во-первых, это была работа, потому что, еще раз говорю, очень многие, мы подправляли ассортимент, честно подправляли, учили людей, как выкладывать, потому что, чтобы это было все. Ну, знаете, иногда бывает, что-то привозят все, что есть в доме. Мы просили там что-то убрать, что-то украсить как-то, горшочки с цветами расставляли, чтобы это было. То есть это был взаимный мастер-класс. И люди, которые приходили, на мой взгляд, с большой благодарностью, и очень быстро сработало сарафанное радио. То есть оно прямо вот. Вот как. Очень быстро. И вообще, это лучший способ рекламы, на самом деле. Как это ни странно, после первого дня, такой сразу, ручеек, ручеек, где было, там вот было, надо идти. Это не бабушкино место. Если мы говорим о всяких православных иногда ярмарках, ну, как правило, это все-таки очень узко. Батюшки и бабушки. И там огромное количество каких-то белорусских трусов обязательно присутствует, ну, чего-то еще и так далее. То есть такая картина там смешанная. Как у любого коммерческого мероприятия. Собственно говоря, ты купил билет, имеешь право. А здесь, поскольку все-таки был такой ценз, поскольку это бесплатный, то есть мы имели право немножко диктовать условия, немножко все это... Качество. ...припудривать, да, и просить. И креативный класс приходил. То есть молодые, очень хорошо одетые люди, на каких-то чудесных машинах, и им это все очень нравилось. Да, интересный показатель. То есть это такой вот симбиоз религиозности и светкости, который вот дает тут эффект. Но ведь на самом деле вот этот фестиваль «Пасхальный дар», он показал, что такого рода мероприятия, их же можно масштабировать и проводить не только там раз в год, да, и в каком-то знаковом месте. Но это такой опыт. Это опыт, который можно тиражировать. На самом деле вся информация открытая. Вообще, цикл московских сезонов, там нет ничего противоречившего вообще православной идеологии, потому что я могу сказать, что это «Путешествие в Рождество». Потом «Масленица» у нас идет «Загавленин Великий пост». Потом идет фестиваль «Пасхальный дар». Потом у нас придет фестиваль «Акапельного пения». В этом году было 26 стран. И в том числе огромное количество хоров. Если туда будут присоединяться храмы и монастырей, тоже прекрасно. Следующий фестиваль, который сейчас будет в июне, это фестиваль «Времена эпохи» исторических реконструкций. Потому что в нем однозначно можно принимать части монастыря, но хотя бы в точке зрения реализации продукции. После этого идет «Цветочный фестиваль», если кто-то выращивает рассаду и так далее. И дальше идет «Золотая осень». Это, собственно, гастрономический фестиваль, фестиваль сбора урожая. У него сам Бог велел всем подворьям монастырей, которые занимаются сельхозпродукцией. И вот, собственно, весь год расписан, все программы озвучены. Если к этому готовиться, то, мне кажется, все будут с удовольствием. Я вам желаю помощи Божьей во всем, сил душевных и телесных. Благодарю вас за прикопленную программу. Я напоминаю, что сегодня в гостях у нас была общественный деятель и соорганизатор фестиваля «Пасхальный дар» Ирина Анатольевна Сухотина. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok